Добрый вечер, день, около кое время суток. Сегодня хочу рассказать вам про то, как рисовать карнизы. Карнизы можно рисовать для интерьера, для фасада. Любая сложная форма, она может быть реализована при помощи инструмента менеджер-профилей. Можно рисовать что угодно, сейчас покажу, не будем много времени тратить, все сделаем очень быстро. Итак, первое, что нам нужно, это нам нужны сами профиля. Я скачал в интернете файл, сейчас мы сделаем вот так. Я скачал в интернете DWG файл, его перенести сюда очень просто, просто кидаем сюда, разместить. Здесь важно понимать, что он у нас единым целым, нужно нажать декомпозировать, правая кнопка мышки на выпадающем меню выбираем декомпозировать. Ну и удаляем, либо убираем старый слой. Все, у нас вот это вот все в линиях, оно не кривые линии, не полилинии, а обычные отдельные линии. Так, например, мы хотим построить вот этот карниз, нам нужно его скопировать, выделяем клавишу Ctrl-C, CX107, нажимаем параметры, сложные профили, менеджер профилей. Здесь надо нажать, создать на этот плюсик новый профиль, может дублировать, но нам дублировать не надо. Назовем его CX107, так как он называется в каталоге. Эти каталоги доступны в интернете, у каждого производителя карнизов, они уже давно отрисованы и в открытом доступе лежат. Просто вбиваете там в поисковике чертежи профилей там карнизного декора, какой-нибудь арак декор в ДВГ и все. И вам там вывалится миллион вариантов, можно скачать и использовать. Так, здесь у нас какая-то балочка появилась. Что нам нужно? Нам нужно вставить сюда Ctrl-V, нажать сам профиль. Вот, здесь важно понимать, что профиль у нас хоть и построен, но для этого инструмента важным является именно штриховка. То есть мы должны вот это пространство заполнить штриховкой. Это можно нарисовать самому линиями, да, используя, можно вот сделать так, как я сделал. Но проще, конечно, где-то скачать. Нажимаем пробел, выделяем. Так, не то выделилось, сейчас еще раз. Вот у нас здесь. Это очень важно, что эти элементы должны быть замкнутыми. Проверяйте, там где-то кто-то постарался, а где-то кто-то не постарался. Если вот такие элементы, такие ошибки, значит просто профиль был не замкнут. Ну вот, пожалуйста. Не было, не было, и вот опять. Хотел вам быстро записать видео, а здесь попалась из всех не самая лучшая история. Вот, все, получилось. Теперь это можно удалить, на самом деле нам это не нужно. Все линии, которые здесь нарисованы, они как в работе не будут участвовать. Будут участвовать только штриховки. Итак, вот эта точка очень важная, это начало, да, это по сути линия, по которой вы будете вести. Когда речь идет о карнизах, я рекомендую делать ее вверху, потому что так удобно. Зажимаем клавишу shift, неважно куда мы двигаем мышь, но у нас она двигается ровно по той линии, по которой начала движение. Переводим в начало координат. Так, вот это можно, если нужно, сдвинуть сюда. Здесь можете для себя нарисовать какой-то контур. Он нигде не будет отображаться, просто чтобы вам было удобно для понимания. Так, давайте выберем материал, нужно выбрать обязательно материал, из которого стоит, сейчас стоит дерево, но давайте выберем пластик. Но вы, скорее всего, должны сделать материал, который там будет, там пенополиуретан, левопенопласт и так далее, и сделать это все из него. Так будет, наверное, правильно. И здесь очень важно, использую для, я это делаю балочками, вот здесь я выбираю балку, стену не выбираю. Все, нажимаю сохранить, теперь иду в область чертежа, закрываем этот инструмент редактор. Ну, например, мы хотим этот карниз сделать здесь в гостиной. Я люблю работать в 2D, то есть я, можно, конечно, зайти в 3D, условно сейчас я вам покажу. Поэтому мы заходим в нашу гостиную, выбрать этот инструмент, то есть мы выбираем балочку, потому что мы присвоили его балочке. Выбираем вот здесь обязательно сложный профиль и выбираем наш созданный элемент. И можем его вот так вот ввести. Вот он у нас появился. Его можно, конечно же, покрасить там в любой цвет, который мы хотим. Например, мы хотим его сделать красным. Вот, но это все понятно, что техническое, да, и здесь мы визуализацию не делаем. Но вот такой вот элемент у нас получился. Если говорить о том, как я это делаю и как я рекомендую это делать, вот он, кстати, здесь появился у нас. Нужно понимать, какая у нас высота. Я сейчас не помню, давайте порежем стену. Так, а у меня здесь разрез есть, давайте посмотрим. Например, мы хотим карниз, чтобы наш карниз был на вот этой отметке. Это получается 2 900 от пола. Я иду сюда, выбираю свой карниз, вот он выбран, вот здесь беру 2 900. Это именно точка до начала координат, которую мы там указали. То есть в случае с сложным профилем вы здесь уже ничего не выберете. Ну и все, я могу вот так вести это. Так, давайте сделаем, чтобы она замыкалась. Ну давайте, наверное, пусть это уйдет сюда, раз у нас такое одно единое пространство. Все получилось, давайте посмотрим. Видите, как получилось красиво. Вот, у нас везде карниз пошел. Ну здесь у нас балочка какая-то. Ну в общем, это предмет работы. Сейчас, если мы возьмем и выделим там, условно говоря, все стены, да, чтобы это как-то поприятнее выглядело. И сделаем их белого цвета. Так, что-то не красишься. А, мы самое главное не выделили. Так. Ну ладно, в общем, понятно. Не будем на это тратить. Вот, у нас уже получился такой элемент. Естественно, мы можем задать его свойства в классификации. И он будет считаться в таблицах. То есть вы сможете сразу там по квартире или по дому вывести, какой объем именно этого карниза нужен для конкретного дома. Видите, какой ровный, красивый, настоящий. Потом эту всю модель можно будет передать в любую программу для визуализации, сделать визуализацию, и будет все красиво. Все. Пять минут времени вашего занял. Сделали вот такой вот элемент. Как его можно использовать? Ну, конкретно в данном случае мы говорим о том, что мы его используем как элемент для построения карнизов. Это может быть фасадный какой-то декор, это может быть интерьеры. Я рекомендую всем работать в профессиональных программах, в современных программах, таких как Архика, Триви тоже очень хорошо подходит. Но я работаю в Архикад. Я не отношусь к людям, которые будут спорить, что там лучше, лом или лопата. Я считаю, что какой инструмент бы ты не принял, важно, чтобы ты в нем умел работать. Поэтому не надо бегать из одного программного комплекса в другой. Если какой-то вам удобно, работайте с ним. Бесконечный спор есть везде. Во всяком случае, в Корле точно чертежи делать не надо. И в Автокаде тоже надо уходить, потому что все это уже давно упростилось. При помощи таких вот интересных программ, интересных инструментов, все-таки 2D черчение, оно уже ушло там в лета. И оставьте его там для каких-то вещей, которые пока невозможно делать сразу в 3D. Здесь можно построить, потом я как-нибудь отдельно запишу курс для дизайнеров, как можно построить все развертки по стенам, показать какие-то карнизы. Да, условно, чтобы вы понимали, давайте мы сейчас на разрезе, вот у нас этот разрез есть, вот он, наш карниз. Ну, давайте мы его назовем, чтобы он у нас был. CX, не помню, какой он там был. 107. CX 107, да. Что, мы когда построили этот разрез, либо развертку, мы же можем спокойно сделать вот такую штучку. Извините. Так. Да. Все, вот мы пометили. Ну, понятно, сейчас мы не говорим о правильном оформлении всего этого. Ну, вот он. Автоматически здесь, автоматически появится ведомость любой сложности. И не тратьте время на вычерчивание этих профилей, потому что они все в интернете есть. На этом все. Пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если есть такое настроение. Если нет, то все равно спасибо, что уделили время. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok,